Здравствуйте, уважаемые сыроумельцы! Тема нашего видео Водоснабжение дома самотечное Уточню не отопление дома, а водоснабжение дома Жители многих населенных пунктов сталкиваются с проблемой низкого давления водопровода И это приводит их к тому, что они должны устанавливать насосные станции Которые непрерывно их снабжают водой Либо же устанавливают систему, которая работает в качестве насосной станции Подавая воду из скважины уже к вам непосредственно в домашнюю систему И таким образом ваш насос подключен к системой клапанов И системой электроавтоматики к вашей системе водоснабжения Или насосную станцию у вас есть, которая качает воду из какой-то емкости В которую вы либо привезли привозную воду Либо у вас поздней ночью самотеком набирается там Та вода, которая может прийти из водопровода Либо же вы сливаете водопроводную воду Конечно, проще всего поставить насосную станцию Чтобы она бесперебойно работала Но есть один не очень хороший момент у такой станции Что она работает только тогда, когда есть у вас электричество А когда электричества нет, соответственно, никакой воды у вас в доме и нет И вы вынуждены идти туда, откуда у вас насосная станция берет воду Если это какой-то емкость или бак И ведерком уже как в прошлые времена пользоваться Значит, я предлагаю систему, которая очень долго уже работает непосредственно у меня в доме И я рекомендую такую систему многим жителям Я набираю воду из родника, которая находится немножко чуть-чуть выше моего первого этажа И вода самотеком у меня поступает практически на первый этаж Но этого недостаточно, потому что дом у меня большой И для этого у меня в доме установлена подобная система Вот представьте, что вот это схема дома И в подвале дома, вот в подвале дома Вот это первый этаж, это второй А в подвале дома установлен бак, в который наливается вода И когда я ее набрал уже раз в неделю большой бак, трехкубовый Я уже, значит, по вот этой системе Вот у меня проложен водопровод из подвала на чердачное помещение А в чердачном помещении у меня установлена большая емкость нержавеющая Где-то куба на полтора Ну вот так вот выглядит этот бак Каждый может поставить ту емкость, какую считает нужной Если бы была пластиковая, в свое время я бы поставил пластиковую Но единственное, нужно предусмотреть ее поставить перед тем, как строить крышу Главное, чтобы все было соответствующим образом утеплено И можно было туда врезать перерывной патрубы Потому что никто не захочет затопить свой дом собственными же руками А так, вся система утепления зависит от того, как вы все это утеплите Не жалеете материалов, но также надо предусмотреть, чтобы в этом утеплителе у вас никак, никаким образом не жили мыши И бак плотно закрывался сверху И вот эта емкость у меня стоит на одной средней стене несущей дома Значит, здесь самый момент нужно уловить вот такой У нас на чердаке всегда бывает холодно Ну, теплее, чем совсем на улице Но вот, допустим, нарисуем минус 20 А помещение и температура у нас плюс 20 Чтобы вот этот бак не замерзал, я придумал самое простейшее решение У меня в стене, в этой стене несущей, имеются два вентиляционных канала Которые идут у меня из жилых комнат наверх В вентиляцию на крышу Я, значит, разобрал дымоход, идущий с этой вентиляции И на месте, где у нас каналы остались в трубе На это место мы посадили, прямо на плиты перекрытия Прямо на вот эту несущую стену посадили бак С таким вот зазором, что он стоит, получается, на трех кирпичах То есть три кирпича друг на друга стопочками Вот у меня вот этот бак стоит Мы вокруг него сделали деревянный короб из толстой фанеры Получается, этот короб отстоит от этого бака на 15-20 сантиметров И засыпали все вот, значит, мы не засыпали Мы вот этот вот, да, сам бак вот этот вокруг Мы засыпали опилками Просто опилками, плотно засыпали, затрамбовали опилками И также этот ящик, получается, сверху весь зашили Значит, емкость у нас сверху закрывается специальной утепленной крышкой А дело в том, что под бак у нас выходят вот эти вот вентиляционные каналы По которым постоянно двигается теплый воздух на крышу И сделана система выходов этого воздуха Когда теплый воздух уходит под днище бака И потом есть там специальная трубочка, по которой он уходит уже под крышу И у нас бак, получается, все время получает такой вот естественный прогрев Уже воздухом отработанным из дома Из жилых помещений Этот воздух не имеет никакого контакта с самой емкостью Если у вас емкость будет стоять даже над дымоходом Над каналом вентиляционным, который будет уходить из вашего туалета То это абсолютно не важно Потому что у емкости есть своя отдельная крышка Это теплый воздух, просто поддерживая здесь температуру на должном уровне Также обдувая собой своим теплом Вот эти вот входы-выходы в эту емкость Трубочки вот эти И ничего никогда не перемерзает И не будет никогда перемерзать Значит, у меня система устроена Независимо от того, что есть у меня электричество или нет Мы не пользуемся постоянно электричеством Для того, чтобы пользоваться водой из крана Как горячий, так и холодный Значит, вода у нас закачивается В несколько дней раз По необходимости Только тогда, когда она уже, вода кончилась Вот вода из крана, если у нас кончилась То мы Значит, вот То мы спускаемся в подвал У нас там вот такая емкость стоит Вот у нас эта емкость Довольно большая В которой висит у нас обычный погружной насос Маломощный От которого трубочка Шланг идет в эту систему Которую подает воду на самый верх И в том месте, где у нас трубка Где этот шланг переходит в трубу Водопроводную Идущую по всему дому До первой точки разбора воды У нас установлен обратный клапан Потому что погружные насосы Снабжены очень низкого давления Обратным клапаном А хороший обратный клапан Будет держать вашу воду Чтобы она не стекала обратно Когда выключите свою воду И также у нас в этот бак Идет еще одна трубка По которой у нас идет обратный перелив Если мы накачали Половину вот этого трехкубового бака У меня там установлены метки Как вот здесь И я точно знаю, когда Это мне нужно выключить Но если я забыл выключить То получается просто Насос же он получается всегда Будет гудеть Вот если вы прислушаетесь Вот вы слышите гудение В данный момент работает вот этот насос Гудение не такое ярко выраженное Но все равно Несколько навязчивое И можно контролировать ситуацию Что насос включен в данный момент Значит насос подает воду наверх Если ваш бак наполнился До определенного уровня У него установлена наверху Переливная трубочка Которая строго там по уровню Приваривается И вода обратно начинает возвращаться В этот бак И вы воду не теряете Ничто вас не заливает Когда же вы выключите Вот этот вот насос То вода Перестанет переливаться обратно Ваш обратный клапан Перестанет отпускать воду Пропускать воду В обратном направлении Насос у вас также остается висеть Включатель, который вы Имеете Для Подключения насоса Может у вас быть расположен На любом из помещений ваших На любом этаже Но у меня они также располагаются На любом этаже Но я для контроля Еще имею одно устройство Когда я могу пользоваться И включать Непосредственно в подвале Эту емкость Это около емкости Значит у меня емкость Делится на два На два На два таких вот На две половины По объему И я закачиваю столько Сколько мне нужно И таким образом Если я закачал воду Один раз То на несколько дней Мне этой воды Может абсолютно Хватить без всяких разговоров Без учета Всякой Всякой Необходимости По электричеству Значит Вода набирается В этот бак Ее температура Постоянная будет Плюс 20 Ну если совсем на улице Холодно Она может остывать До плюс 5 Но никогда не замерзнет Отсюда же идет разбор В электроводогрее Я замечу Что при такой системе Вы не сможете Пользоваться Газовыми колонками Потому что в них стоит Регулировочный клапан Который следит За давлением Водопровода Если нет Давления водопровода То газовый клапан Не открывается В данном случае Использовать газовую колонку Будет невозможно Но вот эти водогреи Проточные Отлично Справляются Со всеми Возможностями И таким образом Мы с вами Имеем Самотечное Отопление Частного дома От привозной воды От воды Из колодца От какой угодно Воды Вы можете Подобную систему Устроить И вам не нужно Будет Слышать Шум насоса Когда кто-то Открыл Кран Глубокой ночью И тут же Вы услышали Гудение Этого насоса Многие насосные станции Даже средней цены Могут издавать Довольно-таки Неприятное Жужжание Которое может Разноситься По всему Дому Потому что Система водоснабжения Она очень хорошо Передает Все звуки Вот такая Вот у меня Система водоснабжения Слушайте Советы умных людей Подписывайтесь на наш канал